Спикер очень крутой, ребята. Он приехал сейчас из Украины. Этот спикер выступает часто на международных разных выставках, на сэшенах, на блокчейн-метапах. Он является трейдером, профессиональный криптотрейдер. Кир Келера. Кир, мы тебя ждем на сцене. Давайте поддержим Кира. Разрешите? Да, кстати, Кир расскажет про то, как торговать. Успехов тебе. Здравствуйте. Я освещу сегодня вам очень интересную тему, что же делать на самом деле с этими токенами уже после того, как вы их купили. Но поскольку все-таки в основах всего лежит как бы все-таки анализ, поэтому я углублюсь, как и Эмиль, но более раскрытую сделаю вам путеводитель по этому самому. Меня зовут Кир Келевра. Я криптотрейдер. И если вам нужны мои контакты, то они вот и появятся еще в конце. Вы сможете сфотографировать этот QR-чик. Я здесь от компании BitUp. Я идеолог компании BitUp. Это фонд, который по большому счету занимается криптотрейдингом уже скоро больше года по факту. Так вот, пройдем же в принципе, как Саша уже говорил, но в частности эту фразу сказал один очень известный блокчейн-специалист, автор книжек по блокчейну, Вильям Могояр, что ICO – это фундаментальное изменение финансирования. Ребят, на сегодняшний день получается такая история, что когда было IPO, было слишком много регуляций, было слишком много всевозможных проблем, нужно было, ну, в общем, простому, пересеченному громадяныну, я кажусь у нас в Краине, да, то есть прохожему обыкновенному, это было по большому счету недоступно. И вот как трейдер я вам хочу сказать, что прежде всего, прежде всего, когда вы будете инвестировать во что-то или собираться инвестировать, или покупать в принципе уже что-то как с целью спекуляции, то первое, самое главное правило – это нужно знать свой актив. Когда вы работаете на криптовалютном рынке, когда вы работаете с криптовалютными биржами, вы должны досконально понимать основы, как минимум, биткоина, вы должны понимать, как работают биржи, как варится эта кухня изнутри, какие там внутренние процессы происходят, да, потому что на сегодняшний день криптотрейдинг, он абсолютно, абсолютно другой по своему составу, нежели традиционный трейдинг, там, форекс, может быть, или стоки, акции. Здесь ведут себя по-другому, постоянно меняют свое поведение активы. Поэтому прежде чем торговать каким-либо активом, я бы порекомендовал его очень правильно узнать. Вослывают такие очень интересные факты, например, корреляция между одним активом и его конкурентом. Например, все вы знаете историю с Ethereum и Ethereum Classic, да, так вот майнинговые мощности перебегают от одного к другому. И это влияет тоже на цену, как один из факторов, да. Поэтому я бы, поскольку мы сегодня говорим об ICO, я бы хотел выделить разные токены ICO, потому что все упоминали сегодня о них как-то вскользь. Так вот первый этот токен – это in-app, ну, in-app, да, то есть внутри приложения. То есть это токены, которые используются внутри какой-либо платформы и не имеют особого выхода вне, да, то есть как бы очень хорошо представляют собой это, возможно, там в каких-то играх можно какие-то монетки покупать, да, для того, чтобы ачивки какие-то анлокать. Вот. Токен как сток, как акция, да, то есть вы покупаете часть компании, да, и в whitepaper это преподносится как акция компании. Кредитный токен. Например, есть проект такой Steam, и там есть внутри токен Steam dollar. Он является как бы кредитным токеном. Также Александр говорил уже о товарных токенах. Они CAT-ы называются, custom application, по-моему, да, они расшифроются. В общем, вот цирконий, еще там на металлургию, я знаю, делают, на нефтянку делают. В общем, товарного токена можно делать практически каждого. Хоть токен на чашку кофе. Это будет все равно товарный токен. Он обуславливает, если чашка кофе растет в цене, то почему? Ну, вот как тюльпаны там когда-то в Голландии росли, да. Это мог бы быть товарный токен. Ну, и, конечно же, микс моделей. И очень важно понимать, очень важно запомнить. Внизу не знаю, тут всем ли видно, но токен – это не коин. То есть альткоин, который не является… Ну, альткоин – это все, кроме биткоина, да, вы все это знаете. Токен не является коином, и ведет он себя тоже по-другому. Поэтому учитывайте и этот фактор тоже. Это очень-очень важный аспект. Так вот, поскольку я нахожусь с Украины, знаете, вот что самое неприятное вообще? Первое большое украинское ICO было, вот, собственно, это Майдан в те времена, да, и ребята развернули вот такой вот плакатик, и там написано «We need support», да, нам нужна поддержка. Вот, и собирали таким образом биткоин. Так вот, они не провели фундаментальный анализ, да. Они не знают на самом деле, что очень мало там людей, ну, целевой аудитории было именно там для их проекта, да, которые… Они бы могли эту растяжку развернуть в более популярных для биткоина, для криптовалют странах, да, и, наверное, получили бы больше биткоинов. Пойдем по фундаментальному анализу. Фундаментальный анализ. Уже говорили много сегодня про технологический, поэтому давайте просто перечислим, и как бы я здесь собрал воедино, скажем так, все вот эти вот факторы, о которых спикеры говорили разрозненно. Технологический ауди, скем-фри, да, то есть насколько… Иногда бывает, что, ну, очень много на сегодняшний день мошенничества в этом всем деле. Нужно проверять, начиная от проверять команду, проверять, нет ли там какой-то рефералки, MLM-ки, да, это все какая-то, ну, так не поступают проекты, которые не нуждаются в, ну, дополнительно. Бизнес-потребности и комьюнити. Насколько действительно необходимо это, насколько они обросли уже, да, под читателями своими, своими фанатами, потому что комьюнити – это по большому счету преданные, самые лояльные люди к этому проекту, да, то есть это очень важно. Прозрачность процесса ICO, то есть насколько правильно проходит, насколько все это красиво освещается, насколько… И вот, кстати, я не согласен с предыдущим оратором относительно того, что на упаковку надо смотреть в самый последний момент. Нет, на упаковку надо смотреть, потому что упаковка – это важно. Если люди не имеют вкуса, ну, блин, ребят, вы же все любите красивые машины, красивую одежду, да, красивая упаковка в проекте тоже должна быть. Eskrow. Почему-то никто сегодня не говорил о том, что вообще собой представляет Eskrow для ICO-проектов. Так вот, ну, агент Eskrow – это тот, кто по большому счету как банк держит деньги, да, то есть это такой себе финансовый гарант, ну, я бы не сказал банк, но скорее какой-то депозитарий, который держит средства, держит деньги, когда пока еще ICO не закончилось. Это надежное cold storage, хранилище, да, где они не доступны. И Eskrow-агент может же, в принципе, согласно roadmap делать раунды финансирования этого всего. Так вот, про разрачную юридическую модель Саша о ней сегодня достаточно уже говорил, не будем останавливаться. Профессионализм команды, об этом говорил предыдущий оратор Эмиль. Дорожная карта, ну, roadmap, эффективное, поэтапное расходование средств, это тоже все должно быть заложено в плане. Это по факту дорожная карта, это старая новая бизнес-модель, да, то есть это бизнес-план, по большому счету. Так вот, инвестиционные критерии, это все-таки здравый смысл, перспективы развития, бэкграунд команды, масштаб проекта, ну и платформа, конечно же, Waves. Так вот, на сегодняшний день я просто подытожил все то, что уже говорилось. Дальше мы перейдем к анализу эффективности ICO. Вот, на самом деле, на сегодняшний день огромную проблему является путаница в терминах, да, какие токены, что он с собой представляет, либо это акция, либо это коин какой-то, что такое все вот эти вот фишки блокчейны, proof of stake, да, в общем, ну, нужно хорошо понимать подоплеку факт-чекинга, рассеянность информации по всему интернету. Обязательно проверяйте источники, да, потому что написать в интернете можно как на заборе. Написать можно все что угодно, но если этот факт не подтверждается, то, наверное, все-таки этому факту доверять не сильно стоит. Рейтинговое бюро по ICO зачастую продажное. Ребят, ну, все знают там ICO countdown, все вот эти вот, которые составляют свои отчеты, знаете. Там, ну, как бы бизнес идет, да, то есть люди не первый уже день, наверное, зарабатывают на этом. Как самое продажное рейтинговое бюро S&P 500, даже маленькие рейтинговые агентства, они продажны. Баунти, шмаунти, вот эти вот все, напишите на соцсетях, получите 100 токенов. Ребят, на самом деле это сильно похоже на MLM, это сильно похоже на пирамидальные проекты. Поэтому проекты, в которых есть вот эти баунти, шмаунти, они, ну, лично мне, они не сильно нравятся, да. Хотя я не отрицаю о том, что они как бы полезны, но нужно хорошо разбираться в том, что действительно предлагают и какой объем этой программы баунти, да, ну, бонусов, скажем так, за размещение, публикации, распространение информации, да, какой объем от общего количества токенов распространяется на эту программу. Ну, и бизнес-план, фин-план, все вот эти вот бумаги, которые мы привыкли видеть, так называемый due diligence, да, его надо как бы все равно видеть. Так вот, смотрите, продажа. Все знают, что DAO был такой самый большой проект, но нельзя считать его до конца успешным, потому что там была найдена дырка в логике смарт-контракта эфира и много очень получилось из-за этого проблем, в том числе и Ethereum Classic как результат. Так вот, циферка здесь, что проведено было на сегодняшний день уже 117 ICO, начиная с 2000, с июля 2014 года статистика. И 56 проектов были успешны и привлекли 378 миллионов долларов, да, вот. Это включая ZDAO. ZDAO привлек из них там, по-моему, около 150 на пересчет того курса, потому что это был эфир, Ethereum. А вот без DAO эта же табличка, вы видите, она выглядит совершенно по-другому. Поэтому, когда уточнили данные, что они собрали 228 миллионов долларов и 134 миллионов долларов было собрано уже в этом году. То есть вы видите, в принципе, в большом счете тренд как бы идет экспоненциальный, да, то есть он растет, как видно на именно вот этом вот слайде. 34 токена были включены в листинг CoinKetCap и свободно торгуются на криптобиржах, на всевозможных, остальные, остальные, они, токены передаются на кошельках, как-то внутри, то есть они не сильно занимаются дистрибьюцией. То есть после токенов уже, ну, после проведения ICO, токены уже, ну, как бы не сильно интересны команде, потому что команда-то деньги уже получила, они уже делают свой проект, да, и некому этим всем заниматься. Это тоже надо учитывать в моменте. Рыночная капитализация на сегодняшний день всех этих токенов уже возросла до 1,16 миллиардов долларов. То есть если взять все ICO, все токены, это синяя графа, это количество, вот справа колонка, их на сегодняшний день там 34, а правым это Total Market Capital, ну, капитализация. Так вот, здесь же я собрал 30 самых интересных проектов. Конечно, прошу прощения, что видно немного, но я выложу это у себя на фейсбуке, для того, чтобы вы видели. Здесь очень хорошо показано, какие проекты были, что они все завершены уже, их тип, да, то есть инвестиции, блокчейн-инфраструктура, банкинг, предикшн, ну, рынки предсказаний, инвестирование, компьютинг, медиа, их даты, их результаты, что очень интересно, и страна, ну, где она была там активно, как бы освещена, как страна происхождения. Ну, и, соответственно, ссылки на все эти проекты вы сможете посмотреть. Значит, сюда вошли, Waves находится на третьей строчке, они собрали на тот момент 16 миллионов долларов, сейчас космос чуть-чуть больше собрал, но за 10 минут 16,8 миллионов долларов, а за DAO, ну, как факт можно считать, что они как бы собрали, потому что тогда эфир некуда было девать, и все его залили почему-то в смарт-контракт DAO, я не знаю, это было. Так вот, токены не выиграли. Все мы думали, будет ли вот токен новой голубой фишкой, будет ли он на сегодняшний день чем-то заменяющим акцию, да, чем-то… так вот, вот тут вот маленькая приписочка, что пока что? Пока что нет. Токен сейчас, ну, не является полноценной заменой традиционного рынка, но потолок у этой технологии очень высокий. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, какие ваши предположения, как вы думаете, какой средний множитель на сегодняшний день, вот прям хочу, чтобы вы повыкрикивали из зала, какой множитель токена после его размещения на бирже до сегодняшнего дня, да, там их было там 100, 256, как вы думаете, множитель, цифра, это один знак до 10. 8, 3, какие еще варианты есть? 5 я видел. 1, множитель 1, 30 это слишком много. Вот, ребят, один из первых ответов был самый правильный. Множитель средний, это 8. В среднем все токены на сегодняшний день дорожают примерно 8 раз после того, как они, ну, то есть вы должны понимать, что каждый токен после выхода на биржу находит свою балансную стоимость. Он имеет такую большую-большую не спадающую там красную свечку или не спадающий тренд, он по-разному бывает. Но в целом, не считая там проектов, которые изначально не учли в экономике какие-то проблематику, например, Steam, где постоянная эмиссия заставляет продавать, чтобы получать доход хоть какой-то авторов этой платформы, соответственно, токен имеет постоянный префицит, он постоянно снижается в цене. Так вот, 8 это его реальный множитель. Здесь же, почему они не выиграли? Если бы вы вложили просто в эфир, вы бы получили, ну, чуть-чуть больше, потому что токены 800%, а эфир 967%. Биткоин в этот раз 144 только лишь. Ну и цена. Цена биткоина на сегодняшний день 1750, а эфира 85. Так вот, если бы мы взяли 28 долларов, разложили бы их в 28 проектов, в 28 токенов, то на сегодняшний день мы бы получили 252 доллара. Ну, соответственно, умножайте это по вашему коэффициенту. То есть мультипликатор мы получили в среднем, как бы по математике 9, по процентам 8, поэтому я сказал x8, так понятнее. В долларах это 1708 ксир и месячные это 20%. В эфире вы бы получили порядка 300 долларов, соответственно, больше процента. Биткоин, зато биткоин стабилен. Он тупо растет. Потому что биткоин, он основательный, понимаете. Все вот эти токены, шмокины, баунти, эфиры, это все игрушки на самом деле. Есть биткоин, но не биткоином единым. То есть мы должны понимать, что если мы хотим инвестировать надолго, в долгую, то самым классным вариантом будет все-таки биткоин. Потому что никто не знает, что завтра будет с эфиром, что взбредет в голову Виталику Бутерину или что произойдет с основателями токенов. Потому что, как правило, за всем этим стоит человек, это человеческий фактор. И сейчас этого человеческого фактора в ICO-шных проектах его слишком много. Один очень хороший вопрос Эмилию задавали из зала. Какие риски? Ребят, вы знаете, риски даже считать невозможно. Это непредсказуемо. Здесь настолько много факторов, что риск, он сумасшедший. И вот в этом сумасшедшем риске вы должны понимать, что вы варитесь. Но на сегодняшний день, если вы верите в проект, если вы… Знаете, я инвестирую в те проекты, которые общаюсь лично. Ну как инвестирую? Я проторговываю эти проекты. Потому что иногда есть взлеты, падения, новостной фон и так далее. Я общаюсь всегда с создателями. Я общаюсь всегда с командой. Я смотрю на фон. Я смотрю, как они работают. Я выясняю, у них какие-то, возможно, инсайдерские, можно даже сказать так, данные. Так вот, инсайдерский трейдинг, он пока еще в криптом мире совершенно никак не запрещен и не отрегулирован. Это посттрейдинг. В общем, тренд, здесь этот график отображает тренд того, как растет и развивается. Пузырь ли это? Разойдется ли это? Да, возможно, ажиотаж вокруг всех этих токенов подходит на спад. И, соответственно, трейдинг с самими токенами уже не будет иметь мультипликатор 8. 8 – это мультипликатор длинного инвестора, buy and hold. Если мы говорим про среднесрочные сделки или даже intraday, я вам скажу так. На длинной дистанции intraday трейдинг в криптовой убыточен зачастую. Здесь я бы показывал некоторую статистику просто для наглядности. Проект MadeSafe стоил после выхода на ICO 343 сатошика, сейчас 16 тысяч. Storage сейчас проводит второе ICO, собрали 910, стоили 7500, сейчас 36. BitShares, мой любимый, 5900, после Waves, любимый, конечно же. 2125 токенов, сейчас они стоят примерно столько же, видите? То есть не все йогурты одинаково полезны. Так вот, в 2015 году Аугур был очень неплохой, они собрали 22 тысячи биткоинов. И цена возросла где-то почти в два раза, чуть-чуть меньше, чем в два раза. Factom собрали 2278, а вот Crypto Asset Fund на самом деле это одно из первых ICO, вот этого вот парня в оранжевой кофточке, который первый выступал, да, это его проект на самом деле. Почитайте, очень интересно. Это просто как историю надо знать уже на сегодняшний день. А в прошлом году вот этот же парень сделал ICO Waves и собрал 29 634 биткоина, что после выхода на биржу стоило 31 688 сатошиков, а сегодня 76. То есть можно было купить на ICO, сейчас просто получить множитель 2. Но если им проторговать, то получился бы множитель намного больше. First Blood и Golem это ICOшки, которые закончились очень быстро. First Blood, по-моему, закончился чуть ли не за 2 минуты, если мне не изменяет память. Там было ограниченное количество токенов, которые можно было купить, и их купили просто как билеты на Stingo. Серьезно. Golem это платформа, которая позволяет там, по-моему, облачные вычисления делать. Так вот, они тоже закрылись, то ли за 15 минут, продав токенов на 11, почти 12 тысяч биткоинов. Так вот, стоит ли рассматривать токены? Вот. Я считаю, что как объект трейдинга это очень интересная история. Поэтому, но не бойтесь. Я думаю, что если вы будете торговать, вам понравится. Так вот, как сказал один из присутствующих здесь в зале, Анатолий Каплан, редактор журнала Forklog, и создатель, и идеолог, и вдохновитель журнала Forklog, на сегодняшний день сейчас самое хорошее, самое плохое и одновременно самое хорошее время для входа в рынок. Я вот эту цитату от него один раз услышал, и она мне так вот как-то легла, запала в душу, потому что вы можете как потерять, так и выиграть. Вот. А ребята из Forklog, ребята из Waves, ребята из CyberFund проводят отличнейший анализ. И, конечно же, они делятся этим всем с битапом, и битап на этом очень неплохо зарабатывает. Вот здесь вот мои контакты. Вы можете всегда добавить меня в Telegram канал, и вообще везде, где вы найдете кирки левра, слитно. Спасибо за внимание.